Мать убитого силовиками 25-летнего Александра Вихора провела собственное расследование и нашла множество нестыковок с официальной версией Следственного комитета. Женщине дали шесть томов дела её сына, запретив при этом фотографировать его и делать копии. Женщина в течение месяца переписывала всё от руки. И также показали видео, снятое самими милиционерами, на котором чётко видно, как её сын лежит на бетонном полу в наручниках, бьётся в конвульсиях и судорогах, смотрит на окружающих, но вместо того, чтобы спасти парня, силовики просто всё снимали на видео и издевательски комментировали происходящее. По официальной версии, в момент задержания Александр сильно сопротивлялся, а также был под наркотиками, что и стало причиной смерти. Однако ещё одно видео также противоречит официальной версии. В момент задержания Александр не сопротивлялся. Кроме того, медэкспертиза не выявила в крови убитого ни грамма алкоголя или наркотиков. По словам свидетелей, парня постоянно избивали в момент задержания в РВД и в СИЗО. А когда ему стало уже совсем плохо и он начал бредить, конвоир обрызгал его лицо перцовым баллончиком. Ни на одну просьбу самого Александра и очевидцев происходящего медиков не вызвали. Молодой человек скончался 12 августа и умер в реанимации, куда его привезли уже с комой третьей степени. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела, следственный комитет, естественно, отказал. Мать Александра с этим решением не согласна и направила жалобу в прокуратуру Гомельской области. Настоящий апокалипсис обрушился сегодня ночью на жителей столицы. Произошло повреждение водопровода и одновременно прорыв газа. В результате чего более полутора тысяч домов на юго-востоке Минска остались без воды. Зато её очень много оказалось прямо на проезжей части улицы у Боревича в районе гипермаркета Грин. Машины там в буквальном смысле плавали. Глубокой ночью последствия коммунальной катастрофы удалось ликвидировать, и к утру вода вернулась в дома. Но пить её эпидемиологи пока не советуют. Чтобы помочь людям, Минскводоканал расставил в городе цистерны с водой, но и тут оказалось не всё так гладко. Подписчики одного из телеграм-каналов прислали фото воды, которую разливали из некоторых цистерн местным жителям. Смотришь и задаёшься вопросом, где вода опаснее – из крана или та, которую пытаются напоить местные власти. А пока половина города пытается выстоять перед очередным коммунальным коллапсом, в соцсетях начали шуточное голосование на предмет того, кто же всё-таки оставил Минск без воды – Госдеп или Светлана Тихановская. Чему за все 26 лет правления нелегитимного научились белорусы, так это в любой ситуации ко всему подходить с чувством юмора. Вчера в своём служебном кабинете был найден мёртвым начальник группы наркоконтроля и противодействия торговли людьми Ршанского РОВД подполковник милиции Руслан Ковальчук. Предположительно, он застрелился из табельного оружия. Точные причины произошедшего пока выясняются. Однако коллеги погибшего не понимают, как такое могло произойти. Накануне смерти Руслан выглядел жизнерадостным в кругу жены и детей, катающихся на велосипедах. Жена застрелившегося сообщила, что у её мужа, как всегда, на работе были какие-то проблемы. По факту самоубийства Ковальчука в настоящее время проводится служебная проверка, которая находится на личном контроле министра внутренних дел Кубракова. Важно отметить, что за последние пару лет подобные самоубийства стали случаться довольно часто. В феврале этого года в Гродно был найден повешенным бывший сотрудник ОМОНа. Также в печах был найден застреленным прапорщик, а ранее в заслонного и стабильного оружия застрелился офицер. Никаких подробностей по данному факту обнародовано пока не было. Председатель совета директоров холдинга «Амкадор» Александр Шакутин заявил, что за ним шпионят со стороны евроструктур. Дескать, делается это для того, чтобы доказать обоснованность его включения в санкционный список Евросоюза. Отметим, что в списке, созданном в ответ на насилие системы по отношению к мирным белорусам, бизнесмен оказался в конце прошлого года. Обоснованием для включения в него стало то, что Шакутин, по мнению Евросоюза, поддерживает режим Лукашенко и получает от него выгоду, а также способствовал репрессиям против гражданского общества. В свою очередь бизнесмен заявил, что за всю свою жизнь ни копейки нелегитимному не дал, чем, вероятно, и заработал дополнительные проблемы на родине. У него были арестованы активы и отобраны водительские права. Тем не менее, всё это не помешало Шакутину помогать Лукашенко собирать урожай картошки, а также присутствовать на тайной инаугурации в сентябре прошлого года. Судя по всему, на фоне всех этих событий у бизнесмена развилась нешуточная мания преследования, и он на полном серьёзе утверждает, что даже имеет подтверждение того, что в Евросоюзе, куда он не может въехать из-за санкций, за ним ведётся слежка. Украина вводит специальную пошлину на импорт для автобусов и грузовиков из Беларуси. Её ставка составит 35% от таможенной стоимости. Как сообщает Украинская межведомственная комиссия по международной торговле, Беларусь создала искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колёсных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на белорусский рынок. Украина считает, что такие действия Беларуси противоречат договору о зоне свободной торговли и считаются дискриминационными и недружественными. Решение комиссии вступит в силу уже через 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения. Это значит, что белорусские грузовики и автомобили МАЗа могут больше не попасть на украинский рынок. И как нелегитимная власть будет справляться с и без того переполненными складами, непонятно. И это всё на сегодня. До встречи завтра и Жыве Беларусь! Продолжение следует... Продолжение следует...